Аркам ТВ представляет Ассаляму алейкуму рахматуллахи ва баракату. Это еженедельный Коран. Добро пожаловать снова на цикл передач под названием «Суперзвезды». Пророк, мир ему и благословение, сказал, что, несомненно, Хадиджа, да будет доволен яю Аллах, была самой лучшей женщиной своего времени. Более того, она и ее дочь Фатима являются одними из четырех женщин, которые довели до совершенства свою веру. Субханаллах. Только задумайтесь, эта женщина еще до неспосылания молитвы, до неспосылания поста, до неспосылания закята и хаджа, до неспосылания большинства законов и норм Ислама, довела свою веру до совершенства. Возможно, вы спросите, как вообще такое возможно? Ведь Пророк, мир ему и благословение, сказал, верующий, обладающий самой совершенной верой, это тот, кто обладает наилучшим нравом. И Хадиджа, да будет доволен яю Аллах, еще до Ислама была известна как Ат-Тахира, чистая женщина. Она была дочерью двух знатных людей, Хуэйлида и Фатимы. Она была очень богатой женщиной, таких сегодня называют бизнес-леди. Она дважды была замужем и оба раза за предводителями курайшитов, однако дважды она становилась вдовой. Она сама захотела выйти замуж за Пророка, мир ему и благословение, который был на 15 лет младше нее. Почему? Потому что, обратив на него внимание, она стала расспрашивать о его нраве. Она спрашивала о нем, хотела знать, каким был нрав Пророка, мир ему и благословение, поскольку она уже смогла удостовериться в его абсолютной честности и порядочности. Именно это и стала причиной ее интереса к нему. И это соответствует словам Пророка, сказанным позднее. «Если к вам придет человек, чьей религии и нравом вы довольны, то выходите за него замуж. Не отвергайте такого человека». Субханаллах. В то время еще не было откровения, не было Корана, и о людях могли судить только по их благому нраву. Поэтому она предложила посланнику Аллаха жениться на ней. И он принял предложение этой женщины, которая, кстати, была на 15 лет старше него, дважды овдовела, и к тому же у нее был сын. То есть за ее плечами был весь этот багаж, который обычно отпугивает мужчин от подобных женщин. Однако их сплотил именно благой нрав. И, субханаллах, нет ни одного предания, в котором бы упоминалось о каких-либо конфликтах или ссорах между Хадиджей, да будет доволен ею Аллах, и Пророком, мир ему и благословение. Напротив, их брак был образцовым среди всех жителей Мекки. Затем посланнику Аллаха, мир ему и благословение, была внушена любовь к уединению, и он начал отправляться в пещеру Хира и пребывать там некоторое время в размышлениях о смысле жизни. Все, кто был в Мекке, могут подтвердить, что до пещеры Хира нужно как минимум час идти вверх в гору, при том, что сегодня там везде есть лестницы и все такое. Представьте, как сложно было Пророку, мир ему и благословение, взбираться туда. Но Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, ни разу не сказала ему, почему ты уходишь из дома, почему проводишь недели в этой пещере. Напротив, она поддерживала Пророка, мир ему и благословение, в его стремлении найти верное руководство, в стремлении найти ответы на волнующие его вопросы. И она сама, да будет доволен ею Аллах, только задумайтесь об этом. Когда Пророку было 40, ей было уже 55. Она сама поднималась на эту гору, чтобы принести еду Пророку, мир ему и благословение, или рассказать ему какие-нибудь благие новости. И когда Пророк, мир ему и благословение, в страхе покинул пещеру Хира и прибежал к Хадидже со словами «Заверните меня! Заверните меня!» Она не сказала ему, «Наверное, тебе не стоило так долго находиться там, лучше бы ты оставался дома, тебе изначально не надо было туда идти». Она не сказала ему, «Кажется, твой разум немного помутился из-за этого, я думаю, тебя напугали какие-то джины». Напротив, она подбодрила Пророка, мир ему и благословение, поддержала его эмоционально и в религиозном плане. Она сказала, «Клянусь Аллахом, Всевышний никогда не опозорит тебя». Затем она объяснила, почему Аллах не опозорит его, ведь ты поддерживаешь родственные узы, щедр и благочестив к соседям, ты хорошо относишься к сиротам, ты становишься на сторону притесненного. По сути, она сказала ему, «Аллах любит тебя по тем же причинам, что и я люблю тебя, и за что я захотела выйти за тебя замуж». Опять же, главный посыл здесь в том, что благой нрав – это неотъемлемая часть веры. Хадиджа свидетельствовала об этих качествах Пророка, мир ему и благословение. И посмотрите на то, как эта жена говорит о своем муже. Как прекрасно, когда муж и жена говорят друг о друге в такой красивой манере. «Вот каким я вижу тебя, вот каким я тебя знаю». Она не только эмоционально поддержала его, она также сказала ему, «Давай отправимся к Уаракы ибну Науфалю, моему двоюродному брату, знатоку Библии, и спросим его, что это было». Именно она убедила его отправиться к Уаракы ибну Науфалю, который и сообщил Пророку, мир ему и благословение, что это была его первая встреча с Джибрилем, мир ему. Просто представьте себе это. Али да будет доволен им Аллах, который вырос в их доме. Вспоминал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, просыпался по ночам и молился, и как Хадиджа также просыпалась и становилась рядом с ним в молитве. Это что-то удивительное. Она не сказала ему, «Послушай, я не знаю, что за путь в жизни ты выбрал, но я не буду вставать по ночам и молиться. Если хочешь, сам молись». Нет, она тоже вставала и молилась рядом с ним. Таким образом, она оказывала ему эмоциональную и религиозную поддержку. И когда Пророк, мир ему и благословение, призывал свой народ, и они отвергли его, она не сказала, «У нас было высокое положение в обществе, было уважение, а теперь наша репутация подпорчена». Ведь ее называли «Ат-Тахирой», чистой женщиной, а его «Ас-Садик-Уль-Амин». Да благословит его, Аллах это приветствует. Нет, она была рядом с ним, поддерживала его, успокаивала его, вселяла надежду, «Все будет хорошо, Аллах дарует тебе победу, Аллах почтит тебя». Более того, она еще и финансово поддерживала миссию Пророка, мир ему и благословение. Эта женщина, которая раньше жила как королева, помогала Пророку, мир ему и благословение, всем, что у нее было. Субханаллах. И даже когда наступили очень тяжелые времена, когда мусульманам объявили бойкот, эта женщина, всю жизнь прожившая в роскоши, теперь не имела возможности нормально поесть. А ведь ей было уже за 60. И единственный, кто отправлял ей еду, был Хаким ибн Хизам, да будет доволен им Аллах. Племянник Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Он тайно приносил еду ей и посланнику Аллаха, мир ему и благословение. Но затем Абу Джагль поймал его и пресек это дело. И Хадиджи никогда не говорила Пророку, «Посмотри, в каком положении мы оказались, посмотри, что с нами происходит». Наоборот, она стойко переносила все тяготы вместе с ним, показывая ему свою абсолютную преданность. Она говорила Пророку, что всегда будет рядом с ним. Однако вскоре после этого Пророк, мир ему и благословение, потерял ее. Она умерла по причине плохого питания. Ведь Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, порой приходилось есть листья деревьев. Более того, Пророк, мир ему и благословение, потерял ее всего через несколько дней после смерти своего дяди Абу Талиба. Когда Пророк, мир ему и благословение, потерял Хадиджу, он был просто опустошен. Когда она умерла, ей было 65 лет, а Пророку только 50. То есть, по тем меркам, он был еще достаточно молод. Он мог сразу жениться на любой молодой женщине. Эта дверь была открыта для него. Но Пророк, мир ему и благословение, всегда помнил о той преданности, которую он получал от Хадиджи. И он также проявлял к ним большую преданность и почтение. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила, «Я никогда не ревновала Пророка ни к одной из жен, кроме Хадиджи, хотя я ни разу не видела ее». Она никогда не видела Хадиджу и не была с ней знакома. Но Пророк, мир ему и благословение, расстраивался каждый раз, когда упоминали о Хадидже. Даже когда он слышал голос ее сестры, он говорил, «О Аллах, это она! О Аллах, это она!» Он сразу вспоминал голос Хадиджи, и это его очень трогало. Аиша говорит, что каждый раз, когда Пророк резал овцу или козу, он обязательно отправлял часть ее знакомым Хадидже, да будет доволен ею Аллах. Также она говорит, что каждый раз, когда Пророк, мир ему и благословение, вспоминал Хадиджу, По его лицу было видно, насколько он тронут. Он отправлял подарки знакомым и подругам Хадиджи из-за уважения к ее памяти. Раиша говорит, «Однажды я настолько приревновала пророка Хадиджи, что сказала, «Неужели тебе не надоела эта старая курайшитка? Ведь Аллах заменил ее для тебя лучшей женой». Пророк, ﷺ, очень разгневался на эти слова и затем сказал, «Клянусь Аллахом, не даровал мне Аллах никого лучше нее». Затем он начал перечислять все ее достоинства. То, как она была предана Ему, как всегда была рядом с Ним, он сказал, «Она уверовала в меня в то время, когда все люди отвергли меня. Она считала меня правдивым в то время, как все считали меня лжецом. И она тратила на меня свое имущество в то время, как все остальные отказывались мне помогать. Аллах даровал мне детей от нее и не даровал детей ни от одной другой женщины. И достоинством Хадиджи также является то, что только благодаря детям, которых она родила пророку, ﷺ, его род сохранился. Во время битвы при Бадре пророк, ﷺ, увидел среди пленных Абуль Аса, который был мужем его дочери Зейнаб, да будет доволен ею Аллах. Они поженились еще в эпоху Джайлии. И вот в день Бадра пророк, ﷺ, захватил в плен своего зятя, который пришел сражаться против него. Узнав об этом, Зейнаб отправила пророку свое ожерелье, которое ей подарила ее мать Хадиджа в качестве выкупа за ее мужа Абуль Аса. Увидев это ожерелье, пророк, ﷺ, настолько растрогался, что сказал стоящим рядом с подвижником, «Если пожелаете, отправьте ей обратно ее ожерелье и ее пленника». Почему он сказал, «Если пожелаете?» Потому что было бы несправедливо по отношению к сподвижникам, которые обязаны соблюдать все предписания и все эти законы, если бы пророк, ﷺ, оставил только за собой право решать этот вопрос. Поэтому он обратился к сподвижникам, «Если вы все не против, отправьте ей ее пленника вместе с ожерельем». Опять же, посланник поступил так, вспомнив о Хадидже и о ее преданности к пророку. Ангел Джибриль, ﷺ, посланец, доносивший откровения до людей, как-то раз пришел к пророку, ﷺ, чтобы передать приветствие. Однако это было приветствие не пророку, ﷺ, а Хадидже, да будет доволен ею Аллах. Он сказал пророку, ﷺ, «Твоя жена, Хадиджа, идет к тебе сейчас». И Аллах, Свят Он и Велик, передает ей салям и сообщает ей благую весть о доме в раю, где не будет какого-либо шума или неудобства. Субханаллах. Все это благодаря тому, что она сделала для пророка, ﷺ, в этой жизни, проявляя свою преданность, довольствуясь своим положением, а также являясь светом его очей в этой жизни и источником утешения. Именно когда пророк, ﷺ, потерял Хадиджу, да будет доволен ею Аллах, как говорят ученые, Аллах, Свят Он и Велик, даровал ему молитву. Именно тогда Всевышний даровал ему пятикратную молитву. Посланник Аллаха, ﷺ, потерял этот источник эмоциональной поддержки в лице Хадиджи, и в качестве замены Аллах даровал ему молитву, чтобы она компенсировала ту эмоциональную потерю, ту опустошенность, которую почувствовал пророк с потерей Хадиджи. Когда посланник Аллаха, ﷺ, вернулся в Мекку, его спрашивали, «Где бы ты хотел остановиться? Где установить твою палатку?» Он отвечал, «Я хочу остановиться в Аль-Худжуни», то есть там, где была похоронена Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, за то, что она поверила в него, и эмоционально, и финансово поддерживала. Пророк, ﷺ, отвечал ей взаимной преданностью, любовью и частыми мольбами за нее. У этой женщины, да будет доволен ею Аллах, мы отмечаем такое прекрасное качество, как аль-вафа, преданность. Мы просим Аллаха, свят Он и Великий, сделать нас похожими на пророка, ﷺ, и на Хадиджу во всех наших делах, и, конечно, особенно в наших отношениях с супругами. Мы просим Аллаха, свят Он и Велик, даровать нам такое прекрасное чувство, как преданность, улучшить наши нравы, и просим Аллаха усовершенствовать нашу веру посредством них. Ас-саламу алейкум и рахмату Аллахи и баракату. Субтитры создавал DimaTorzok